Первый раз, наверное, по-моему, может меня поправит, в докладе практически не прозвучало теми проблемами, которые занимается фонд. Это переселение из аварийного жилья, это капитальный ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры. Почему? Как мне кажется. За тот период, начиная с 2008 года, мы вместе прошли достаточно большую дорогу и отработали те механизмы, которые сегодня в республике работают уже как часы. Не нужно не вмешиваться, не нужно решать какие-то проблемы. Наоборот, если раньше у нас были вопросы к республике, как это все решить, быстрее ускорить, то сегодня у республики есть к нам вопросы, как больше выделить средств. Хотя тоже не прозвучало, что денег просят у нас сегодня тоже. Это тоже хорошо. Значит, самодостаточно все работает. Мы сразу все карты не показываем. Поверьте, ничего больше не нужно нам, как федеральным властям, как региональным властям, как вам, коллеги, просто нужно слышать спасибо. Вот это самое основное, для чего мы с вами работаем. Потому что, если мы будем только отчитываться метрами, эффективностью использования бюджетных средств, количеством дворов, нет, не этим нужно отчитываться. Нужно отчитываться улыбками, настроением и доброжелательностью наших с вами граждан, которые живут в нашей с вами стране. И новая есть такая, Рустам Нургалич, в нашем Татарстане. Поэтому, поверьте, я, как никто, знаю, как работают ваши коллеги на федеральном уровне. Рекламирую, если у вас дети есть, вот куда идти. Вот надо идти в этот строительный институт. Самый лучший сегодня, самый перспективный. Реально, вот я говорю, и уровень у нас в Казани, очень высокий. Я думаю, что статишин скажет, что то, что мы увидели, с Москвы можно приехать и обучаться. Но сложно будет, конечно. Но мы поможем, если будет так. Рустам Нургалич, но как показывает практика, вы в Москву переезжаете? Ну, мы поддерживаем вас. Не забудьте, что это наша поддержка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова